Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилий, канал Фрешлайв28. И сегодня кратенький ролик. Я бы хотел ответить на множество вопросов после выхода ролика об ошибках новичков в составлении тренировочной программы. Вопросов касательно того, как же восстанавливаются мышцы на тренировках типа фуллбадди, если мы раз в три дня прокачиваем все группы мышц. Успеют ли они восстановиться? Итак, проблема на самом деле в том, что разница восстановления мышечных волокон и центральной нервной системы у тренированного атлета и у новичка совсем-совсем разный. И в этом-то вся и проблема. Поехали! Итак, напоминаю, в чем сыр-бор. Вот в этом самом ролике я сказал, что если вы новичок, который никогда раньше не тренировался, которому не требуется непосредственно восстанавливать ранее набранное, вы вот пришли в спортзал, вы не знаете, за что хвататься и так далее. Ну вот, лучше всего будет приступить к тренировочным программам в стиле фуллбадди, когда вы за одну тренировку при помощи базовых упражнений прокачиваете все тело. И тренироваться три раза в неделю. Стандарт понедельник, среда, пятница, да? Ну, на что, тем не менее, несмотря на то, что я, в принципе, дал ответ в основном вот в этом ролике, ответ на вопрос, почему так происходит косвенным образом, да? Почему это можно себе позволить и почему это непозволительно для уже опытного атлета, да? А вот, несмотря на это, все равно были вопросы. А как же так? Вот мы раз в три дня тренируем мышечную группу, раз в два дня практически тяжелыми базовыми упражнениями. И, собственно говоря, при этом, как же мы успеваем восстанавливаться-то? Мы же не успеем восстановиться. Все дело в том, что скорость восстановления, время, которое затрачивает наш организм на восстановление, у тренированного атлета и у новичка разная. Вот это время очень и очень сильно разнится. Я попробую вам объяснить. То есть, что такое восстановление, да? Восстановление это прежде всего восстановление энергетического баланса, да? То есть, это запасы гликогена, запасы электролитов, калия там и так далее, минералов каких-то. Это восстановление поврежденных миофибрилл, для того, чтобы поймать фазу суперкомпенсации. Об этом тоже было видео на канале, да? Ну и восстановление центральной нервной системы. Так вот, например, такие вещи, как восстановление энергетического баланса и восстановление, допустим, поврежденных миофибрилл, это параметры, которые ограничены скоростью обмена веществ, скоростью метаболических процессов в нашем организме. И дело в том, что, допустим, несмотря на то, что уровень гормональный у тренирующегося атлета обычно выше, да? Этого недостаточно для того, чтобы ускорить скорость обмена веществ, провести вот эти метаболические реакции восстановления и так далее, и так далее. Настолько быстрее, настолько быстрее, что, допустим, чем это бы сделал нетренированный атлет. И как результат, как результат, скорость именно восстановления энергетических балансов, скорость восстановления поврежденных миофибрилл, если человек не использует спортивную фармакологию, это важно, но вот у тренированного человека и у нетренированного примерно одинаковые. А вот объемы работ, объемы мышечных волокон, объемы энергетического баланса и затраты центральной нервной системы совершенно разные. И вот что у нас получается. Предположим, если у нас человек тренируется, приседает со штангой в 50 килограмм, образно вращающийся с пустым грифом, делает это несколько подходов точно так же, и в принципе ему это хватает, это начинающий атлет, то ему требуется какое-то, допустим, X время восстановления поврежденных миофибрилл, восстановления энергетического баланса. У него не тот рабочий вес, у него не тот мышечный объем, не те соответственно вот эти балансы, да, и соответственно у него этого времени пройдет меньше, потому что если это тренированный атлет, который делает точно так же, чтобы убиться в отказ, да, то есть приседает, предположим, со 150-200 килограммами, да, и объем ног у него вот такой вот, то у него при той же скорости восстановления энергетических запасов надо восстановить больше, поврежденных миофибрилл надо восстановить больше и затрат центральной нервной системы больше. Об этом я тоже говорил непосредственно в первом же видео. Вопрос заключается в том, что тренированного атлета он может иннервировать там 90, предположим, процентов мышечных волокон, а начинающий всего лишь 60. Понимаете, в чем дело? И вот у нас именно поэтому начинающий атлет, он совершенно спокойно, без вреда для себя может тренировать все тело раз в три дня, понедельник, среда, пятница, да, и при этом совершенно спокойно восстанавливаться. Потому что объемы, которые требуется организму восстановить по энергетике, по затратам центральной нервной системы, ну вот, и по повреждению миофибрилл они значительно меньше, чем у опытного атлета, да, которому уже необходим сплит. Вот в этом-то вся и разница, да, в этом-то вся и разница. Кстати, кстати, друзья мои, вот вам небольшой, небольшая подсказка, да. Вы все знаете прекрасно, что по множеству причин я не сторонник употребления спортивной фармакологии начинающими атлетами. Пока у вас не будет как минимум 2-3 года стажа. Масса причин. Но одна из причин, это как раз тот факт, что вы на начальном этапе не можете иннервировать больше, чем там 60-70 ваших мышечных волокон, да. Потому что у вас не развита нейромышечная связь. И получается, что если человек, он еще не умеет есть, ни в чем не разбирается, не умеет качаться и не имеет вот этой самой нейромышечной связи, которая позволяет ему иннервировать все мышечные волокна доступные, получается, что он себе качает при помощи фармакологии всего лишь 60% от того, что он может. Это путь в никуда. Но это было такое лирическое отступление. А на самом деле ответ на вопрос, успеем ли мы восстановиться во время тренировки в фуллбаде, когда мы полностью все тело прокачиваем с тяжелыми базовыми упражнениями. Понедельник, предположим, среда, пятница. Ответ. Новичок да, успеет. Потому что объем работы, потому что объем энергетических запасов, поврежденные миофибрилы и затраты центральной нервной системы у новичка значительно меньше, чем у опытного атлета. А скорость восстановления, ограниченная скоростью метаболических процессов, скоростью химических реакций, она примерно одинаковая. Если атлеты, конечно, натуралы. Именно поэтому новичок лучше всего растет как раз на фуллбаде, лучше себя себя чувствует на фуллбаде. Опытному атлету и хорошо бы тренировать так часто мышечные группы, он бы еще вырос, но он, увы, не успеет физически восстановиться. У него не хватит ни резерва в центральной нервной системе, которой, кстати, требуется отдыха больше, чем при восстановлении энергетического баланса и мышечных волокон. Но обо всем об этом будут отдельные ролики. А на сегодня это все. Это было краткое пояснение к прошлому ролику о скорости восстановления. В чем разница между новичком и в чем разница между опытным атлетом? Потому что канал Fresh Life 28 и канал для новичков. Это не канал для опытных атлетов. Так что вот такие вот дела. Что ж, подписывайтесь на канал. С вами был Базилио, специалист по начинанию и небросанию новой жизни с понедельника. Всем пока-пока.